Синоптики утверждают, что уже сегодня температура в столице начнет понижаться. В ночь на среду ожидается до минус 10. А вот на Урале и в некоторых регионах по Волжье по-настоящему холодно. В Челябинске все школьники остались дома. Экстремально низкие температуры уже который день стоят в Сибири. Там отменяют авиарейсы, для водителей открывают пункты обогрева. С подробностями Алина Сануева. В Красноярске сегодня утром было минус 36 градусов. Воздушная гавань работает в штатном режиме. Хотя еще вчера при минус 42 авиарейсы отменяли один за другим. А летевшие из Москвы в Красноярск самолет развернули и направили в Новосибирск. Судно не предназначено для посадки в такие морозы. Из-за непогоды по-прежнему пустуют классы в школах. Ученики на внеплановых каникулах. Перебои сегодня есть и в работе городских автобусов. Часть маршрутов не вышли на линию. Но красноярцы, кажется, не отчаиваются. 50 лет переживаем и ничего страшного. И переживаем, и переживаем. И весна приходит все равно. Так что для нас еще март, апрель, май будем греться. Да, морозно. Бодренько зато так с утра. Вот такой вот стоит в Омске мороз. Бедные трамваи еле едут. Вагон едва движется по обледенелым рельсам. Все из-за мороза. В зоне аномального холода сейчас не только Омск и Красноярск. Такая ситуация практически во всей Центральной Сибири. 40-градусные морозы в Челябинской области, Новосибирске, Барнауле, Томске. На загородных трассах температурные значения еще экстремальнее. Там спасатели разворачивают пункты обогрева. Курсируют и дежурные автомобили дорожников. У нас имеются валенки, теплые куртки, одеяло, имеется горячий чай, трос, пушки отогревательные, лопаты, если надо кого-то откопать. Многие водители с утра не смогли завести свои машины. Реанимируют транспорт механики с помощью тепловой пушки. У людей замерзают машины, замерзают через одного, скажем честно. Люди не рассчитывали, что так будет холодно, и что машина буквально через 2-3 часа уже не заведется. И поэтому у нас работает более 300 экипажей, все работают круглосуточно. В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить морозы. И, судя по всему, в моде многослойность. Так что под пуховик минимум 2 кофты. Поверх шапки капюшон точно лишним не будет. На ногах уги, ну а лучше это будут валенки. Теплый шарф, рукавицы, плотно покушать и никакого алкоголя. В больницах растет количество людей, поступивших с обморожением. Нельзя ни растирать, ни снегом, ни тряпками. Только согревание. Согревание в теплом помещении, теплый горячий чай, кофе. И, пожалуй, все. Но есть и те, кому морозы по-настоящему в радость. Например, моржи. Студионную воду Енисея готовы нырять хоть каждый день. Если верить синоптикам, то мерзнуть осталось недолго. Холода начнут отступать со следующей недели. Алина Саянова, Сергей Буркеев, Алиса Паршакова, Александр Ткаченко, Первый канал.